Зелёные эксплуатируемые кровли Зелёные эксплуатируемые кровли — архитектурный тренд, который с каждым годом становится всё популярнее. Людей привлекает эстетика таких зданий, а также возможность устроить зону отдыха прямо на крыше. Отапливать и кондиционировать такой дом гораздо проще и дешевле, в то же время создать плоскую кровлю легко. Мы находимся на крыше частного жилого дома, который скоро уже станет настоящей зоной отдыха с живым декоративным газоном. Долговечная эксплуатация данной крыши обеспечивается правильной работой почвенного слоя зелёными насаждениями. А с учётом того, что мы собираемся выращивать здесь не рис, а настоящий живой газон, важно не допустить превращения крыши в болото. И в этом нам поможет профилированная мембрана «Плантер Гео». «Плантер Гео» представляет собой прочное химическое и биологически стойкое полотно с шипами высотой 8 мм и сдублированное с геотекстилем. Жильцы могут не волноваться за дальнейшую эксплуатацию своего коттеджа. Поверх этих выступов прикреплён слой высококачественного геотекстиля. Именно он будет фильтровать воду и предотвращать попадание чесниц грунта в водосток. Ещё один важный параметр — прочность «Плантера». Она составляет 350 кПа на сжатие, что равно воздействует 35 тонн на 1 квадратный метр и прочность на разрыв более 400 ньютон. Поэтому повредить мембрану практически невозможно, что гарантирует защиту гидроизоляционного слоя. На этой крыше мы используем систему ТЭН Кровля Грин Пир. Все слои, включая мембрану, уже смонтированы. Приступаем к монтажу верхнего слоя. Для изоляции крыши нам потребуется Профилированная мембрана «Плантер Гео». Самоклеющаяся битумная лента. Двухсторонняя клейкая лента из полипропилена. Геотекстиль с удельным весом 300 граммов на квадратный метр. Галька. Субстрат для газона. Газон рулонный. Бордюрная лента для оформления кромки газона. Инструмент используем самый простой. Пробник для проверки качества сварного шва. Рулетка, нож, лопата, грамли. Работы по гидроизоляции кровли ПВХ-мембраны «Лоджик РУФ» мы уже завершили. Герметичность абсолютная. Проверено. Поверх ПВХ-мембраны укладываем геотекстиль с заведением на вертикаль на высоту укладки газона. Швы геотекстиля рекомендуется проклеить двусторонней полипропиленовой лентой. Приступаем к укладке защитно-дренажного слоя из «Плантер Гео». Укладка мембраны производится геотекстилем вверх. Скрепление полотен производится за счет укладки мембраны шип в шип. Важно помнить, что продольный и поперечный нахлёст должен составлять не менее четырех выступов. Швы между полотнами «Плантер» проклеиваем самоклеющейся лентой «Плантер Бенд» для герметизации стыков. Распределяем субстрат по поверхности крыши ровным слоем. В нашем случае толщина субстрата составила около 10 сантиметров. Сделаем отсыпку периметра примыканий галькой. Для разделения её с грунтом используем бордюрную ленту. Воронку защищаем геотекстилем, а зону вокруг неё отсыпаем галькой. Заключительным этапом является укладка рулонного газона. Укладку ведём согласно рекомендациям производителя. Устройство такой крыши не требует особых знаний и усилий. Монтаж крыши площадью 100 квадратных метров занял у нас всего один день. Участок всего 10 соток. Дом 130 метров по первому этажу. Крыша 100 метров. В связи с чем почти всю площадь занимаемую дому мы себе вернули. Работа здесь не требует высокой квалификации. Единственное, надо уделить внимание качеству сваривания швов и мембраны. А площадь кровли на самом деле на 30-40% меньше, чем скатной кровли. Поэтому мы экономим и на материалах, и на работах. Слив организован внутрь кровли. Вся вода уходит, и мы опять же экономим на добыче воды. Потому что мы используем дождевую воду повторно. Изначально планировалось там загорать и купаться. Конструкция рассчитана на установку джакузи. В связи с чем там можно вести весьма приятный пассивный отдых. Это не только экономия пространства, но и экономия денег. Продолжение следует...